Тема нашего сегодняшнего прямого эфира очень сложная, но несмотря ни на что мы к ней возвращаемся только для того, чтобы изменить сознание всех тех, кто смотрит нас, кто расскажет потом, что есть возможность побороть наркозависимость, если она у вас, если она у ваших близких, если вы в этом не признаетесь, а признаваться нужно. Тема сложная и серьезная, но об этом нужно говорить. Давайте скажем, с одной стороны тема сложная и серьезная, с другой сколько слов было написано об этом уже в печатной прессе, сколько слов было сказано с экранов телевизоров и из динамиков радиоприемников. В принципе посыл один. Наркомания это зло, с ней нужно бороться. Но давайте договоримся, тема нашего сегодняшнего эфира, вернее его даже цель не сколько напугать, показать может быть какие-то страшные кадры, которых безусловно в интернете и на телевидении немного. Сегодня цель понять, а что дальше, да, когда мы уже столкнулись с этой проблемой, каким-то образом ее обозначили, поняли ее масштабы, а вот что делать дальше. Давайте договоримся, что сегодня наш разговор будет примерно об этом, поэтому всех наших нераднодушных зрителей приглашаем присоединяться к тем мнениям, которые сегодня будут высказаны в этой студии. Поговорим о том, как идет профилактика, какая есть возможность в реабилитации. Обо всем сегодня из первых уст от экспертов высокого уровня. Ну а пока видеоматериал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы говорим, что наркомания, ну, чуть ли не чума 21 века по-прежнему. Мы об этом говорим уже лет 20, наверное, если не больше, и ничего, по сути дела, пока не меняется в этой ситуации. Ну, в зависимости от того, как вы хотите представить эту проблему, можно назвать и чумой. Но по распространенности наркомания примерно в 10 раз у нас уступает распространенности нашего классического наркологического заболевания, этого любимого алкоголизма. И в последние вот несколько лет заболеваемость взрослыми наркоманиями стабилизировалась, а детские наркомании очень заметно так снизились за последние 10-12 лет буквально в несколько раз. Сейчас их считаны единицы детей с синдромом зависимости. С пагубным потреблением их несколько десятков на области, но наша служба больше сейчас ориентируется на работу с детьми группы риска, у которых есть всевозможные психологические предпосылки к тому, они могут начать употреблять наркотики, и потом у них быстро разовьется зависимость, если эти факторы риска не предотвратить, не откоррегировать. Вот таких обращений несколько тысяч у нас, 3,5 тысячи за год таких семей обращаются с детьми группы риска. Это вот как раз очень перспективное направление. Чтобы не доводить до начала потребления наркотиков, таким детям с предрасположенностью к ним лучше оказать помощь своевременно за полгода, за год до вероятного начала потребления. Зацепилась за фразу Алексея Львовича, как мы хотим представить эту тему. Мы эту тему хотим представить объективно, поэтому позвали в гости всех вас, и хотим подключить также к нашему разговору капитана полиции, заместителя начальника 2-го отдела УКОНГУ МЭД России по Нижегородской области Татьяна Пухова. Татьяна Михайловна, добрый день. Добрый день, Татьяна Михайловна. Добрый день. Мы сегодня отдельно говорим о том, что, к сожалению, вовлекаются несовершеннолетние в процесс, связанный с распространением наркотических веществ. Какие данные у нижегородской полиции? Как это вообще происходит? Каким способом несовершеннолетние попадают в эту орбиту зависимости в дальнейшем? Ну, безусловно, если говорить о формах вовлечения подростков, незаконный оборот наркотических средств, здесь, конечно, стоит выделить сеть интернет. Все-таки мы сегодня все с вами практически, наверное, не представляем своей жизни без интернета. И, к сожалению, именно интернет, с помощью интернета сегодня подростков втягивают в незаконный оборот. В интернете это могут быть различные мессенджеры, да, то есть с помощью всевозможных мессенджеров, либо через соцсети, которых тоже являет большое количество, то есть это в социальных сетях группы, сообщества и прочее, прочее. Нередко все вот это вот через интернет представляется для подростка как какой-то квест, игра для того, чтобы заинтересовать. И вот именно с помощью сети интернет сегодня, конечно, одна из форм, она, наверное, ледива по втягиванию в эти преступления. Но, безусловно, кроме вот этой сети интернет, остается и, ну, скажем так, такой традиционный метод. Это, то есть втягивают в незаконный оборот подростков, ну, знакомые, приятели, то есть близкий круг, близкое окружение подростков, то есть непосредственно, ну, лично, то есть с помощью личного контакта. То есть эта форма тоже остается. Вот, наверное, я бы выделила вот эти две. Владимир, в нашей студии спрошу, Володь, когда к вам поступают на реабилитацию молодые люди, что они чаще всего говорят? Вот как их туда затянуло? Через интернет, как говорит Татьяна Михайловна, это самый распространенный вид? Или все-таки знакомые? Давай попробуем. Ну, естественно, сам человек в первый раз, он не полезет в интернет искать наркотик. Когда он, допустим, пробует и уже формируется зависимость, тогда он начинает, допустим, пропадает вот этот деструктивный лидер, который его втянул туда, и тогда он уже ищет варианты, как найти, потому что уже и понимает, откуда достается, как этот путь выстроен, денежки где взять, кому перевезти, где это все подобрать, и уже как бы по нарастающей идет дальше. И причем этот же наркоман, условно, молодой, он будет втягивать еще других. И по статистике, ну, каждый, ну, порядка от 5, там, до 20-30 человек может познакомиться с наркотиками, даже вот, ну, неосознанно, чисто давай попробуем, и все. Но кто-то делает это подсознательно, чтобы привлечь новый, как источник дохода. Ну, вот еще важная тема, мы обязательно спросим еще и Татьяну Михайловну об этом, я Антона хотел спросить. Распространенный миф. Существуют, дескать, легкие наркотики, ну, от которых в кавычках якобы ничего не будут хотеть, на самом деле это не так, медицина говорит об этом. Существуют тяжелые наркотики. Вот вы, как руководители, наверное, реабилитационного центра, вы сталкиваетесь с таким, приходят люди, ну, это же легкие какие-то, ну, сейчас я вот и быстро, вот. Или это все миф все-таки? Ну, конечно, сталкиваемся. Причем люди, употребляя то же самое вещество, допустим, без помощи, там, инъекций, они считают, что они как бы еще нормальные, не наркоманы. То есть, ну, это, конечно же, миф, безусловно. Конечно, существует степень последствий, тяжести последствий от разных видов веществ, и у одного вещества оно может быть более таким, скажем так, мягким, чем у другого. Ну, человек может быстрее деградировать, по большому счету, но так или иначе, человеку очень тяжело, зависимому человеку, жить без, там, того же самого легкого наркотика, в кавычках, я скажу. Который совсем нелегкий, в общем-то. Без него жизнь становится серой, скучной, неинтересной, и человек раз за разом прибегает к тому, чтобы как-то насладиться, там, красочно, сходить в кино, либо еще куда-то. То есть, в этом плане зависимость, она примерно одинакова. А последствия, да, есть наркотики, которые быстрее разрушают человека. Алексей Львович, есть что добавить? Да, особенно бессмысленно такое разделение для молодежи, потому что, когда начинают с так называемых легких наркотиков, то есть неинъекционный способ, ингаляционный, любой другой, без инъекций, вот возникает иллюзия безопасности, и они начинают употреблять уже систематизированно, довольно быстро переходят к систематизированному употреблению. И у не сложившейся, только еще развивающейся личности очень быстро возникает деградация. Сразу пропадает учебная деятельность, мотивация развития личности, собственного прогресса какого-то. Даже психосексуальное развитие приостанавливается. Так что для детей и молодежи никакого различия во влиянии на личность нет между так называемыми легкими и тяжелыми наркотиками. А по способу введения, да, такое можно провести разграничение. Понятно, что внутривенные введения – это гораздо более сильный удар по мозгам. И у нас бывали случаи, в ту пору, когда вот эти инъекционные наркотики были распространены в молодежной среде, ну, это лет 15-18 назад, бывали случаи возникновения в зависимости буквально с первой инъекции. Ну, мы поняли, что вот медицинская некая точка зрения не существует. А что говорит по этому поводу закон, Татьяна Михайловна? Есть ли вот какое-то разделение, да, опять же, «легкие» и «тяжелые» в кавычках? Нет и еще раз нет. То есть здесь я полностью поддерживаю Алексея Львовича и предыдущих ораторов. В силу своей профессиональной деятельности я очень часто общаюсь с подростками, с молодыми людьми и достаточно часто слышу вот этот вот миф, эту ложь, этот вот обман о том, что бывают легкие и тяжелые. Очень часто приходится развенчивать подобные мифы, говорить о том, что легких не существует априори от наркотиков. Да, наркотики есть наркотик, и его последствия разрушаемые на организме действуют разрушительно, одинаково. То есть безопасных наркотиков не существует. То есть это вот очень часто приходится об этом разговаривать. И, на мой взгляд, вот такой миф о наркотиках – это не более чем ловко для вовлечения человека в незаконный оборот наркотических средств, в преступления. И, как правило, преследуется определенная корыстная цель, для чего этого человека таким образом обманывают. Ну и уж точно всегда говорю о том, что если человек начинает вам рассказывать подобные мифы, то этот человек явно вам не друг и не желает вам добра. То есть таких разграничений на легкие и тяжелые не существует. То есть наркотики есть наркотик, и, как я всегда говорю, наркотик равно смерть. Да, давайте вот так зафиксируем, чтобы ни о какой легкости, конечно же, мы здесь в студии не говорили. Татьяна Михайловна, вот вы говорили уже про так называемых «друзей», «друзей в кавычках». Как подростку научиться и вообще как он может произнести «нет» таким друзьям? Ну, потому что, понимаем, психика подростка еще нестабильна и нет какой-то уверенности в самом себе. Вот как научиться сказать «нет»? Есть какие-то советы? Ну, да, безусловно, есть. В первую очередь скажу о том, что вот эта тема, да, как сказать «нет», как отказаться, если тебе начинают предлагать наркотики, это действительно такая проблемная тема, потому что, к сожалению, не каждый может дать отпор, отказаться твердо, уверенно. И, ну, наверное, в первую очередь для того, чтобы сделать вот отказ, да, то есть отказаться от этого предложения, нужно в первую очередь четко понимать, чего ты хочешь от жизни, да, то есть какие у тебя мечты, чего ты хочешь добиться. Если подросток, да, человек понимает для себя, чего он в этой жизни хочет, да, чего он хочет достичь, чего он хочет, какие мечты он хочет осуществить. Вот если это понимание есть, то сказать «нет», когда тебе начинают предлагать какие-то запрещенные вещества, будет намного проще. Это во-первых. Во-вторых, говорить «нет» и мотивировать свой отказ очень важно, то есть говорить четко, глядя собеседнику в глаза, то есть четко, ясно говорить «нет». Чтобы оппонент не почувствовал в вашем отказе какую-то некую слабенку, на которую он может сыграть, чтобы он вас в дальнейшем не смог начать уговаривать. То есть постановка, голос и вообще сама позиция должна быть очень четкая и внятная. Если же после такого четкого отказа человек по-прежнему продолжает вас склонять, предлагать, уговаривать, то здесь, наверное, на мой взгляд, самый лучший способ – просто разворачиваться и уходить. Потому что человек, который предлагает тебе наркотики, еще раз подчеркну, это не тот человек, который желает тебе добра и точно тебе не друг. То есть здесь самый, наверное, правильный вариант – просто уходить от таких людей. Я бы еще сюда добавил фразу в конец следующей. А если будешь предлагать дальше, то тогда разговор продолжим уже в отделении полиции. Я думаю, что это многих бы, наверное, смотивировало. Благодарим за прямое включение. Татьяна Пухова, капитан полиции, была с нами на видеосвязи. Но мы бы хотели еще и посмотреть на цифры, потому что только цифрами можно оперировать и понимать, а какая ситуация на самом деле происходит. Да, мы цифры запросили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области. Алексей Львович тоже в курсе этих цифр наверняка. Это свежие данные. 2023 год, начиная с 1 января этого года и на 1 апреля. Мы видим, что сейчас больных наркоманией. То есть это речь идет о неком официальном диагнозе, да, Алексей Львович? В Нижегородской области по состоянию на 1 апреля 4618 человек. Это на полпроцента рост по сравнению с началом этого года. Это несовершеннолетний, вот то, о чем вы как раз говорили, снижение на четверть, то есть сейчас шесть таких зарегистрированных официально случаев. Вот отдельная статистика, это потребители наркотических средств с пагубными последствиями. 1873, Алексей Львович, что имеется в виду в этой строчке с пагубными последствиями? Вы знаете, это предшественник синдрома наркоманической зависимости или наркомании. Это период систематизации потребления, когда отдельные какие-то функции могут нарушаться. Ну, скажем, невроз может появляться или успеваемость начинает ухудшаться при употреблении. Ну, вот какие-то такие последствия психологические или даже социальные. Вот если они сопровождают потребление, то это констатируется уже пагубность. Но пока синдром зависимости со всей симптоматикой влечения к наркотику, физической зависимости или так называемого абсцинентного синдрома и других признаков, вот их нет. Все эти признаки известны в международной классификации болезней. Мы их одинаково регистрируем во всех странах мира, одинаковые критерии для диагностики. Вот эта строчка с пагубными последствиями потребления, я бы хотел обратить внимание родителей. Если они сейчас смотрят, то вот желательно своих детей, если уж такая трагедия произошла, и они приобщились к потреблению наркотика, улавливать вот на этой стадии предшествующий синдром зависимости. Гораздо выше эффективность лечения, когда только начинается еще систематизация потребления. Пока деструктивный процесс, мы как-то не взяли вверх. Пока, да, пока патологии личности еще нет, и тут достаточно, вот то, что нам из УКОНа наша сотрудница рассказывала, достаточно развить мотивацию, интересы, ценности личности, и это будет противостоять развитию зависимости. Ну и плюс, конечно, кое-какое лечение для улучшения психологического состояния, ну депрессия, тревожность, там надо лечить, и другие факторы риска. И вот тогда как раз обнаруживается, что на стадии пагубного употребления в разы эффективнее лечение. У нас примерно 26-27% эффективного лечения наркомании, это в общей массе со взрослыми, а по детям приближается к 100%. Мы продолжаем прямой эфир и продолжаем тему наркозависимости, как можно с ней бороться, как нужно с ней бороться. Я думаю, что вот ребята знают из первых уст, и я хотела бы еще вместе с вами обсудить некоторые фрагменты, которые мы взяли с официального ресурса, с вашего. Согласны вы или не согласны, насколько это все поменялось, давайте обсудим. Страшные цифры на самом деле, если мы говорим о возрасте умерших от отравления наркотиками, то 25% четверть в возрасте 25 до 29 лет, то есть это вот молодые люди, которым бы еще жить, даже треть примерно от 18 до 24 лет. Это вообще меня пугает, то есть каждый третий, по сути дела, это совсем молодой человек, это по сути дела вчерашний школьник даже, я бы так сказал. 45% это почти половина людей в возрасте от 30 до 49 лет. Антон, так все? Ну, очень похоже. Единственное, чтобы я заметил, это тенденцию такого омоложения. Вот, мы сейчас говорили так немного об этом, но на ранних этапах, то есть человек, который, как правило, пробует вещества в раннем возрасте, это происходит в школьные, послешкольные времена, конечно, его очень сложно выявить, потому что сам человек редко приходит и обращается за помощью, последствия, они еще не такие большие. Соответственно, вот мы сейчас, наверное, если так подбирать статистику, раньше вот этот возраст начальный, там с 18 до 25, там с 20 до 27, 9, их было меньше. В основном, вот 40-45, это такой возраст, когда организм уже просто сдается и не выдерживает человек. В более молодых, вот, в общем, сейчас тенденция молодежи, она увеличивается. Ракомане молодеет. Давайте увидим в свои глаза молодого человека, который с нами уже на видеосвязи. Вы с ним хорошо знакомы, это Егор. Егор, приветствуем. Здравствуйте. Спасибо, что согласился, потому что, понимаем, не все открыто готовы говорить об этой проблеме. Егор, вот сколько тебе лет сейчас? На данный момент 19 лет. Совсем юный. Как так, я так спрашиваю, Егор, как все так получилось вообще? Потому что молодой человек успешный, весь мир открыт, границы совершенно раскрыты. Как так получилось, что ты в этой воронке оказался? Ну, я считаю, что от этого, от этой болезни никто не застрахован. То есть, все зависит в первую очередь от компании. Вот, просто, получается, было... Не в нужное время, не в нужном месте, получается, просто я появился. Вот, то есть, компания, она очень сильно влияет на человека. Вот, и в моей компании, в моем городе родном, мои знакомые как раз употребляли вещества. Вот, и меня это тоже заинтересовало, и вот так вот я попал в эту проблему. Но ты сейчас говоришь, и я все равно чувствую, что ты переживаешь, вспоминая все это. Правильно? Да. Да, у меня, на самом деле, плохие, да, ассоциации с моим прошлым. Вот. Ну, это в прошлом, ладно? Да, в будущем теперь. Выдыхай, да, понимаем, что тяжело. Процесс реабилитации, Егор, пройден. Ты понимаешь, что это осталось в прошлом? Или ты продолжаешь, как бы, жить с этим, понимая, что можно всегда вернуться? Или нет? Или назад дороги нет? Нет, я понимаю, что это в прошлом. Как раз в прошлом я думал, что из этого никак уже не выбраться. Для меня тогда, я понимал даже тогда, что это проблема, но мне казалось, что из этого выхода нет. И по-другому жить никак нельзя. А центр как раз мне открыл глаза, показал весь объем этой проблемы. Я тогда жил в каких-то иллюзиях, не замечал того, что я творю. Для меня это казалось нормой, и то, что все так живут. Сейчас я вижу другую сторону монеты, я вижу другую жизнь. Она мне больше нравится, и я не хочу возвращаться в прежнюю. Это самое главное. Егор, у тебя есть сейчас мечта? Потому что мы говорили о том, что если человек о чем-то мечтает, к чему-то стремится, то он тогда ни о чем плохом не думает. Мечта, мечты на самом деле как таковой нету, просто живу, хочу устроиться в этой жизни, то есть у меня есть цели, мечты нету, но есть цели, оставленные в жизни. Вот, эти цели держат меня на полу. Потому что, когда я был в употреблении, меня ничего не интересовало. Мне нужно было именно вот только одно. Сейчас появилось очень много целей, я к ним вот иду. Это самое главное. Спасибо огромное. Удачи в этой дороге, ни в коем случае не возвращаться туда, в стены какого бы ни было реабилитационного центра, а идти только вперед. Ну, вот это пример, действительно, который отвечает на вопрос, а как жить дальше после всего этого, мне кажется, пример очень даже неплохой. Володь, сложно проходила реабилитация? Или когда человек понимает, что есть цель, тогда все как-то проще? Ну, у Егора изначально как хорошая семья, хорошее воспитание. То есть от этого много что зависит. Он попал в эту проблему, и фактически мама и папа приняли решение, что нужно лечить, и привезли Егора, и он включился в процесс уже по умолчанию, что ему это нужно самому. А когда уже процесс реабилитации втягиваешься, то постепенно ты же выходишь из этого состояния. У тебя как гормональный фон оттаивает, вот так сказать, гормональная яма, восстанавливаются все эти процессы. Ты начинаешь радоваться обычным вещам той же, допустим, вот весна наступила, потепление, природа оттаивает, мы с ней постепенно, но о зависимости они практически этого уже не видят. И вот эти все моменты, они как сохраняются, как позитивные реабилитация, как выстраивается тоже в позитивном ключе из-за этого. И потом человек, когда ее проходит, у него остаются помимо вот этого прошлого, что для него какое-то это было приятное время переоценки, переосмысления, вот для себя какой-то новый фундамент. И потом пошла уже на рост вот этого социального навыка. Вот эта вот фраза из хорошей семьи, насколько я помню, хорошая семья, которую Владимир сказал. А давайте прямо сейчас с мамой Егора пообщаемся, тем более, что она с нами на видеосвязи. Светлана, добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте. Как прекрасно, вы улыбаетесь, как всегда. Теперь уже понимаете, что все проблемы, которые были связаны с Егором, они позади, что реабилитации пройдены, и начинается новый этап жизни. Да, я понимаю. Живем надеждой, но события не торопим, не расслабляемся. Светлана, как вы нашли в себе, прежде всего, в себе силы и мотивацию, когда узнали, что Егор, к сожалению, попал в такую плохую историю? Какая была у вас первая мысль? Что вас заставило двигаться дальше и принимать быстрый, быстрый и правильный, как оказалось, по итогу решения? На самом деле, было очень сложно, и мы не знали, какое решение правильное. И мы долго метались и не хотели оставлять его в центре. Все-таки на момент реабилитации лечения ему было всего 18. И поэтому в голове было очень много мыслей, какие правильные и как лечить. Пришло уже постепенно. Большую роль сыграла консультация Владимира. Именно психологическая, наверное, в первую очередь. При личном общении, да, эти люди внушили доверие, и мы понимали, что самим нам не справиться. Нам нужны специалисты. Вот, ребята, кто главную роль играет в процессе реабилитации? Сам наркозависимый, его родители, его окружение, или реабилитационный центр, в который он попадает? Антон, что скажете? Все хорошо понемногу, но все же я бы выделил момент с родственниками. Безусловно, если нету... Мы-то по большому счету зависимому никто. Мы специалисты, не всегда человек... Вот если мы берем пример Егора, то мы были в стадии сотрудничества. То есть человек подходил, говорит, что мне делать, чтобы от этого избавиться. И мы как бы, окей, идем там. А бывает же наоборот, бывает, ну да, хочу, и человек ничего не делает. И вот в таком случае родственник является таким, наверное, основным рычагом, да, по которому у него может возникнуть такая, ну, обратная мотивация, я ее так назову, хотя бы обратная. Просто вот идти и делать. А через какое-то время действия, они меняют определенные процессы в голове. То есть человек может увидеть себя со стороны, что вообще происходило, вот о чем говорил Егор, кстати. И тогда, ну, безусловно, и сам зависимый, и специалисты, но все же родственник – это такая вот очень важная составляющая. Светлана, вы большая молодец, вы все сделали правильно вместе с Егором. И дай бог, чтобы никогда больше о такой теме, как наркомания в вашем доме речи не заходило. Если и заходило, то только исключительно в глубоко прошедшем времени. Насколько я знаю, Светлана еще возглавила некий такой родительский комитет при реабилитационном центре. Я хотела бы попросить у вас совета тем, кто попал вот в такую сложную ситуацию и сейчас не понимает. А что делать? Какими должны быть первые шаги? Первые шаги. Во-первых, нужно владеть информацией. Это самое главное. Нужно понимать процессы наркомании, нужно понимать, как решать. И нужно быть в курсе каких-то путей решения. Нужно собрать информацию и нужно довериться специалистам, принять это решение. Обычно мамам очень сложно справиться самим. И для того, чтобы принять решение, привезти в центр, проходит очень сложный процесс. В дальнейшем еще хотела бы я посоветовать прислушиваться к специалистам, доверять полностью. Действовать так, как вам говорят. Только в этом случае будет гарантия лечения. Не отчаиваться и брать все в свои руки. Мы понимаем, что вам сложно даже сейчас говорить, подбирать какие-то слова. Но тем не менее, все, что вы говорите, это правильно. Это полезно для многих, миллионов, может быть, людей, которые видят эту запись эфира. Это будет очень-очень полезно. Всем привет всем зрителям. Всем всем тем, кто в студии. Извините, что такая связь. Еду в поезде из очередной командировки. Поэтому приходится записывать видео и высылать на тех станциях, где есть хорошее соединение. Очень рад запуску этого проекта. И вроде слово «рад» здесь не очень уместно, потому что проект по-настоящему сложный. И тема такая, что не очень-то до радости. Но тема важная. И кажется, что не делать этот проект просто нельзя. Мы замахнулись на очень сложную историю. И история сложна тем, что она очень продолжительная. А самое главное, что она абсолютно не поддается такому, знаете, всюеминутному продюсированию. То есть невозможно предугадать, что будет завтра. Невозможно предугадать, что будет через неделю. Невозможно предугадать, что будет через месяц. Невозможно предугадать, как поведут себя герои. Что с ними произойдет. И абсолютно точно, что никакие договоренности здесь не работают. И в этом, конечно, интересно. Уже сейчас мы сталкиваемся с ситуациями, когда какие-то неожиданные развороты в течение съемочного процесса заставляют нас придумывать какие-то новые истории, находить какие-то новые решения. Ну и, конечно, мы постараемся сделать так, чтобы зритель, который будет смотреть этот проект, ему было интересно наблюдать за происходящим. Но не только интересно, но еще и, если не полезно, то в некотором смысле что ли поучительно. Поучительно каким образом и как, это пусть каждый решает для себя. Потому что какая-то надсмысловая история у этого проекта есть, это абсолютно точно. Еще раз очень рад запуску проекта. Спасибо, смотрите его, следите за выпусками в эфире наших каналов. Ребят, мы с вами уже в проекте. Три месяца, три месяца следим за нашими героями, не будем раскрывать все секреты. Но сколько продлятся вот наши съемки, сколько обычно длится реабилитация? Кто из вас ответит? Антон. Давайте я, да. В целом реабилитация длится 4,5-5 месяцев. Ну, 4-5. В зависимости от состояния человека, который к нам прибывает. Абсолютно в разном. Если он более разрушен, то ему требуется больше времени для, скажем так, восстановления, хотя бы начальных каких-то, начальной работы мозга, тела. Поэтому, ну вот с вами мы еще будем работать. Мы еще работаем. Я бы даже сказал, ребята с интересом смотрят эти кадры, которые показывают, снятые в стенах реабилитационного центра. У них действительно, они сами этих кадров еще не видели. Поэтому это для них сегодня в каком-то смысле премьера. Потому что мы кусочек буквально покажем того, что мы уже отсняли. Скажем сразу, герои разные. Кто-то готов идти весь тяжелый путь реабилитации, а кто-то нет. Но на этом мои спойлеры закончатся, я не буду говорить. Это все обязательно увидят наши зрители в эфире Нижегородского телевидения уже совсем-совсем скоро. Об этом мы скажем дополнительно. Но еще немного эмоций от наших героев мы наверняка сейчас в эфире поймаем. Это такой спойлер на будущее для того, чтобы наших телезрителей зацепить. Ребята, вам говорим спасибо и до встречи уже в эфире. А теперь давайте смотреть эмоции и кадры участников нашего реалити-проекта. Извини, но когда обвешали на тебя оборудование, ты поднимал майку, я увидела у тебя жуткие шрамы на животе. А вот этот? И с той стороны, и с этой стороны. Разный? Да, да. У меня депрессивное расстройство есть. И вот этот шрам я получил, когда прорезал себе лезвием в живот, чтобы спастись от психологической какой-то боли, душевной. Вот в таком полу неадекватном, можно сказать, состоянии, когда у меня была отмена антидепрессантов. А этот шрам – это лучевой ложок от радиационного вещества астронс-190. Но если, не дай бог, я буду видеть, что мои дети, например, попали в окружение, да, в такое же, которое может затянуть, мне придется оголить свои раны, блин. Ну, на собственном опыте, как бы, объясните, почему мы так бывали редко вместе. В крайних случаях, как бы. Ты мне нужен, ты нужен мне, ты, мой сын, мне нужен. Мам, спасибо за жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok